Киноляпы. Это всегда очень забавно. А есть ли эти ляпы можно подержать в руках? Необычная выставка сегодня проходит в Санкт-Петербурге. Её проводят военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Но, как вы догадались, речь пойдёт об оружии. А при чём же тут киноляпы, знает мой коллега Денис Давыдов. Денис, я тебя приветствую. Какие же фильмы экспонаты? Да, фильмов предостаточно, начиная от «Трёх мушкетёров» и заканчивая знаменитым Джейсом Бондом. И вот здесь у нас находятся орудия, которые использовались в фильме «Гамлет». То есть это фильм довольно старый, но всё-таки оружие сохранилось с тех времён. Если мы посмотрим дальше, то здесь пистолеты, которые использовались в фильме «Война и мир» Бондарчука-старшего, но не обошлось здесь без киноляпов. Так, например, что эти пистолеты не могли использоваться во время дуэлей. Рядом со мной сейчас эксперт. И почему не могли использоваться именно эти модели оружия в фильме того времени? Ну, дело в том, что если посмотреть на стоп-кадрах, видно, что Пьер Безурхов стреляется с Долоховым из капсульных пистолетов. Как известно, капсульные пистолеты появились только в 1830-е годы. То есть через 25-30 лет после этой дуэли. То есть по идее, что герои оказались в будущем, получили эти пистолеты, потом вернулись в прошлое, в наполеоновскую эпоху и стрелялись из них. Вот такие капсульные пистолеты здесь представлены. В реальности же они стрелялись вот из таких кремневых пистолетов, причем достаточно хорошего мастера. Это мастер Кухенрейтер, который производил массово, очень доброкачественное дуэльное оружие. А любой дворянин обязательно должен был иметь пару дуэльных пистолетов на всякий случай. Ну и вот если мы пройдем дальше, то здесь представлены оружия, которые использовались при массовых сценах. Как мы помним, их предостаточно в фильме «Война и мир». Но не все они использовались, именно те, которые могли использоваться в войне 1812 года. Так, например, вот здесь у нас представлено ружье, которое было... Это макет, хочу сказать сразу макет, но точный по весу. Могу сказать, что довольно тяжело, если пришлось бы мне с ним бегать, это было бы довольно трудно сделать. Но все-таки вот спрошу вас, Сергей, как, в чем заключался киноляп с ружьями? Ну, знаете, вот сделать такой макет тоже достаточно сложно, а ведь фильм Бондарчука отличался тем, что были массовые батальные сцены. Целые полки были замаскированы под русских, французов, изображая Бородинское сражение, Ватерлоу и другие боевые схватки. Поэтому из музеев забирали все, что можно было забрать, в том числе из нашего, из исторического, чтобы вооружить, ну в кавычках, русских и французов. Поэтому все кремневые ружья, вот пехотные, они, собственно, использовались в фильмах. Но, опять-таки, их хватало только на передние ряды, в колоннах, в построениях, да. Нужно было дать что-то и сзади стоящим, хотя бы имитировать ружье. Поэтому им выдавали обыкновенные мосинские трехлинейные винтовки, которые иногда маскировали под кремневые ружья, иногда просто не маскировали. Вот. Но я уж не говорю о том, что солдаты были одеты в большинстве... Ну что же, действительно, очень интересно видели, да, что оказывается, только передним рядам в фильмах выдавали оружие, которое хотя бы похоже на то, которое должно быть в это время, собственно, о котором картина. Ну, мы еще вернемся к этой теме. Нам Денис Давыдов еще расскажет много интересного о кино, ляпах и оружии. Но мы пока к другим темам переходим.